Люди с ограниченными возможностями здоровья в Славянском районе имеют возможности для ведения активной и насыщенной жизни. И участие в районном конкурсе на лучший дворик еще раз свидетельствует об этом. На итоговом мероприятии конкурса побывала наша съемочная группа. Ограничение по здоровью не причина, чтобы запереть себя в четырех стенах. Так считают многие славянские инвалиды, которые принимают участие в спортивных соревнованиях, культурных мероприятиях, занимаются декоративно-прикладным творчеством. Они подают всем отличные примеры активности и неравнодушия. Ежегодный конкурс «Лучший дворик инвалида» также вызвал интерес у славянцев. В нынешнем году за лидерство боролись вдвое больше людей, чем в прошлом. Оценивались общий вид, дизайнерские решения и разнообразие. На итоговом конкурсном мероприятии в адрес участников состязания прозвучало много добрых слов. Я хотела бы поблагодарить всем участникам, которые подали заявки на этот конкурс. От всей души благодарю их за то, что они вкладывают столько сил в свое... У кого там подсобная хозяйство, у кого клумба, у кого целый сад. У каждого своя красота в доме. И когда обстановка в доме красивая, благоприятная, то и на душе тоже хорошо, тепло и уютно. Депутат славянского городского поселения Лариса Шкурко высоко оценила усилия организаторов и участников конкурса. Такие конкурсы нужно повторять ежегодно. Спасибо вам, Нина Викторовна, за такую хорошую идею, что вы ее воплотили в славянском районе. Люди могут участвовать, правда, подавать заявки и участвовать в большем количестве. Там уже, я так думаю, номинации появятся новые. После подведения итогов были награждены призеры грамотами и памятными подарками. Третье место разделили три участника. Второе завоевала Валентина Боярко, на первом – Татьяна Некрасова. Славянские самодеятельные артисты порадовали всех собравшихся своим искусством. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова